10 февраля в вестибюле исторического отдела Ярославского музея-заповедника будет работать выставка, созданная совместно с Клубом исторической реконструкции Катхун, скандинавские гости. Подробнее о ней мы поговорим с нашими гостями. А это Игорь Акимов, научный сотрудник исторического отдела Ярославского музея-заповедника, и Михаил Галузин из Клуба исторической реконструкции Катхун. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите о выставке. Выставка пройдет, как вы правильно сказали, в вестибюле исторического отдела. Выставка, я сразу скажу, будет не очень большая. Порядка 30 предметов будет. Это предметы реконструкторов, одежда, предметы быта, оружия. Что-то вроде того, что вы принесли с собой, да? Да, что-то типа этого. Может, Михаил покажет, как обладатель этого шлема. Да, я могу сказать, что я стал подержать его. Действительно, вещь очень такая весомая, тяжелая. Даже примерить. Да, я прямо скажу, ты успел его померить. Да, я стал примерить, и тяжело. Скажите, пожалуйста, почему такой выбор, тема выставки? Почему викинги? Откуда вообще в Ярославске? На самом деле, инициатива исходила от Михаила. Ну, тема, она неспроста. Здесь у нас в Ярославском музее заповедника, потому что Скандинавы, они имеют отношение к нашему краю. И здесь еще до основания Ярославля, где-то с 9 века, Скандинавы начали обосновываться имени колониями. И связано с тем, что у нас по Волге здесь проходил торговый путь. И вот недалеко от Ярославля, где-то рядом с Карабихой современной, было обнаружено поселение Тимиревское археологическое городище, как его назвали. И вот там были обнаружены следы скандинавов. То есть есть нигде следы пребывания. Да, то есть они, скорее всего, составляли военную элиту этого поселения. И вот у нас как раз в музее тоже представлены меч, обнаруженный археологами, фибулы, такие застежки, выполняющие роль украшений, и другие тоже скандинавские предметы, которые говорят о присутствии здесь. Михаил, а вы занимаетесь вот именно скандинавским этим направлением, викинговых изучаете, да? Ну, да. Реконструируете. Конструкции, да. Существует стереотип, что викинги это такие воины и варвары, в первую очередь. Это так? Я считаю, что нет. То есть присутствовали как воинские набеги, так и шивая торговля. То есть и торговали. Ну, и торговали, да. То есть, в принципе, как бы, сами экспедиции, они могли совмещать одновременно и торговлю, и набеги, и все могло шить, и комплексы абсолютно спокойно. А большая часть скандинавов, на самом деле, она как бы жила у себя там в Скандинавии, занималась какими-то обычными делами. То есть также сажала хлеб, там, растила детей, там, пасла скот. Ну, просто это было не настолько ярко, как воинские походы, наверное, поэтому мало об этом знаем. Ну, да, просто об этом информации тоже не очень много. В основном же идет информация от источников европейских, которые описывают именно набеги, которые были совершены на Европу, и с точки зрения, опять же, тех, на кого нападали. А на выставке будут как оружие, и не только оружие, правильно? То есть там будут совершенно разные предметы? Там и предметы быта будут, и костюмы будут представлены, и вооружение. Это то, что вы, как сказать, реконструировали, то есть делали самостоятельно. Мне интересно, кто это делает? Какие-то специальные кузнецы? Что-то делают специальные кузнецы. Ну, вот этот, например, шлем делал достаточно известный товарищ из Белоруссии. Вот, что-то мы делаем сами, например, там, костюмы шьются в основном, шьем сами. То есть там окраска, предположим, костюмов, там, ткань идет природными красителями, там, свои, там, технология достаточно заморочная. Вы делаете их по тем технологиям, которые были там, насколько вам известно? То есть из тех материалов покраска в основном идет, ну, мы стараемся красить в основном, как бы, красителями, которые в то время используются, то есть растительного происхождения. Вот, ткани, соответственно, используем вплоть до структуру, ну, как, плетение ткани должно соответствовать историческим аналогам. Ну, там очень много вот этих нюансов, мы стараемся их максимально... Воссоздать так, как было тогда. Воссоздать, да, как это и есть. Это возможно в наши дни? Это возможно в наши дни? Ну, в общем, да. Вот, получается, вот шлем, я не ожидал, что он такой будет. То есть он прям вот такой был, да? Ну, это единственный, кстати, шлем, найденный на эпоху викингов, найденный в Норвегии в 43-м году, считается, что захоронение планируется 970-м годом, вот. Ну, и как бы единственный шлем без рогов, кстати говоря. А, да, странно, я думаю, что это... Да, чего-то, чего-то не хватает. Да, 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 то есть как бы глаза-то похожи на викингские, а вот где рога. А, кстати, почему рога у викингов? Что это за символ такой? Есть мнение, что когда начали копать, это в середине, в конце 19-го века на территории Скандинавии, вот как раз они начали все свои археологические раскопки там, вместе со шлемами находили как бы пятейные рога коровьи, и долго очень думали, куда их присобачить, и в итоге как бы... Нашли место. Нашли место, да, нашли, потому что были кельтские ритуальные шлемы, бронзовые, там, с рогами, определенные, вот они, видимо, так по аналогии решили к ним присобачить, потом это оперы Вагнера всякие, там, с валькириями, и так и пришлось. Понятно. Ну, последний вопрос у меня есть, а сама выставка, сколько она будет идти, в какое время можно посидеть? Она продается до 29-го марта. До 29-го марта. Ну, почти два месяца получается, чуть поменьше. Ну что ж, я бы даже сходил, мне понравился этот шлем, я бы хотел еще другое тоже потрогать, попробовать, посмотреть. Ну, почему бы и нет, я напомню, что музей-заповедник в этом году отмечает свое 150-летие, и в течение этого года будет еще много всего интересного. Да, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!